Увеличение объема грузопотока отмечается в Гродненской региональной таможне. Одну из причин такого роста специалисты называют функционирование транспортно-логистического центра вблизи от пункта пропуска Брузги. Ежедневно по бестранзитной технологии проходит в среднем 8 грузовых автомобилей. А за 9 месяцев текущего года на внутренний пункт таможенного оформления проследовало порядка 730 транспортных средств. Это 10% от всего количества транспорта. Бестранзитными технологиями могут пользоваться уполномоченные экономические операторы и 43 гродненских субъекта хозяйствования. Условие только одно – отсутствие каких-либо правонарушений. Логистический центр имеет отдельный канал для транспорта, который следует с границы. Это позволяет грузоперевозчикам существенно экономить время. Также грузоперевозчики не тратят деньги на оформление таможенного транзита. После прохождения границы грузовик может остановиться на территории логистического центра. Так, на обслуживание одного автомобиля в среднем уходит 2 часа. Кроме этого, уже совсем скоро начнется реконструкция пункта пропуска брузги. Ремонтные работы планируют закончить в 2018 году. В первую очередь это въезд-выезд из пункта пропуска, то есть расширение до 8 полос. Часть реконструкции будет задействована именно весовое оборудование. На сегодняшний день инспектор находится на весах, когда водитель заезжает, контролирует. Сейчас мы уходим от этого. Есть технология автоматического взвешивания. То есть не будет участвовать сотрудник, он будет на участке, где более востребован. И у нас сейчас одни весы, а будет двое. То есть кажется увеличение, но слух, ну не знаю, но весы. А на самом деле это потеря времени при пересечении пункта пропуска. Плюс стояночные площадки расширятся. Во время пресс-тура, где представители СМИ ознакомились с работой центра, состоялась церемония награждения. Наград были удостоены журналисты республиканской и региональной прессы. Среди них и корреспонденты телеканала «Гродно плюс» Юлия Кимкетова и Яна Миличенко, а также заместитель директора Галина Амбражей. Церемония награждения приурочена ко дню таможенника, который состоится 20 сентября.